Да, у Путина уже ночь, наверное, если он еще не улетел с Камчатки. Путин сегодня улетел на Камчатку, Василий. Прилетел на Камчатку, где он встретился с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» «Заповедный край». Вот так называемая «Экосистема заповедный край». С неймингом, в общем, нейминг никогда не был нашей сильной стороной. Хотелось бы аббревиатурами, конечно. Так он внезапно, там Путин, поделился своими философскими взглядами Владимира Путина на смысл жизни. И вот, честно говоря, довольно страшно это звучит. Послушайте, кое-вы. Есть такое выражение, тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что я это обязательно как-нибудь публично воспроизведу вслух. Жить надо ради того, за что можно умереть. Вот, как это не покажется странно, у вас гуманитарная такая сфера деятельности. Гуманистическая, но это вот то, ради чего стоит жить. Что же это за философия такая? Викинги и Вальгалла, культ смерти или, может, сатанизма, может быть, античная спартанская культура воинов? Будем разбираться. С нами на связи Альберт Раткин, епископ. Он выходит с нами на прямом связи. Добрый вечер, Альберт. Альберт, здравствуйте, вы не гость нашего канала, не первый раз. Благодарен вам. Хочется поговорить об этой философии, об этом мировоззрении, которому Путин сейчас-то проговорил, а российские власти этому учат российских детей, приучают к этому российское общество. Уж точно с момента начала войны и даже чуть раньше. Если совсем коротко, надо отдать жизнь за что-то. Лучше, чтобы это что-то была родина. И жить надо за то, за что не страшно умереть. И казалось бы, что в этом нужно увидеть какой-то православный подтекст, но я его не вижу. Мне кажется, что, как говорит Василий, да, это что-то из серии «Будем уже вечером ужинать в Альгале, где-то рядом с Богом...» Как его зовут? С Одином. С Одином, да. Что-то это другое. Что это за философия? Ну, вы знаете, если вот смотреть последние, может, 3-5 лет выступления президента с религиозным подтекстом, то вот его слова на этом форуме это не что иное, как мессианство в чистом виде. А по всему, вот, как мне кажется, Путин устал уже жить как-то бессмысленно, и поэтому он как-то повышает ставки в своей игре с Западом. А что он проповедует этим? Это и христианская философия, или я не понял? Вы знаете, вот, если говорить откровенно, вот в топке его личных амбиций сгорает все больше и больше чужих жизней. И это не его собственная жизнь или жизнь каких-то близких ему людей, тех людей, которые рядом с ним стоят у власти. С точки зрения христианства жизнь человека, она бесценна. Она дается один раз, и прожить ее надо достойно. Христос пришел в этот мир, он умер за грехи человека, чтобы победить смерть. Смерть победить и даровать всем нам вечную жизнь. Если кто-то внушает нам что-то другое, увлекая в другую сторону, нужно сказать, конечно же, нет. А если Путин говорит, что вечную жизнь вы получите потом, и вам поскорее можно, так сказать, начать испытывать блага этой вечной жизни? Нужно вспомнить его знаменитое высказывание про недругов, что они все сдохнут, а мы в рай попадем. Да, то есть как бы умереть-то не страшно, умрите скорее, скорее и начнется ваша вечная жизнь за родину, за меня, за что, за правое дело, за что-то еще. Это все-таки можно натянуть на представление христиан о том, как надо жить? Или это какая-то не христианская, а другая философия? Тимур, жизнь вечная, ну где? В раю или в аду? Вот Путин говорит, что все они попадут в рай, вдруг ни с того, ни с сего. Откуда такая уверенность? Откуда вот это мессианство и знание всего? Знаете, нет никакого оправдания смерти. Апостол Павел говорит, смерть, где твоя жалоба? Где ад? Где твоя победа? Жить надо ради жизни. Но это греховное заявление с точки зрения христианского священника. Да нет, просто схомычное грехи христианина. Или нет? Ну вы сами слышали, что он же сказал, что это не его изречение. Его попросили какое-то время назад уже озвучить эту позицию. Я не знаю, кто эти люди, эти чернокнижники, которые внушают президенту вот эти идеи. От этих доктрит новых идей, друзья. Вот человеческие жертвоприношения, вот с христианской точки зрения, они бессмысленны. Христос стал последней кровной жертвой. Ради нас. Поэтому жить надо ради самой жизни. Ради продолжения жизни. Ради следующих поколений. Ради детей. Ради внуков. А вы знаете, если отзеркалить, то умри ради страны, или ради отчизны, или ради, я не знаю, как там это звучит, все ради страны. А страна умрет ради меня? Ради моего будущего, моих детей? Да нет, конечно. Страна всегда больше, чем ты. Ты кто? А страна ого-го. Ну да, вот это и страшно. Это советская такая чуть-чуть история, ведь нет? Ну она и советская, и досоветская, православная. Вот этот фатализм, он идет в веках в русской истории. Что на роду написано, вы же сами знаете, сколько пословиц на эту тему. Фатализм, который связан вот как раз с этим культом смерти. Да, здесь нужно, 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 принимать в расчет, что это не только один Путин вдруг вышел и сказал, что главное в жизни это умирать. Мы не просто так сегодня обратили внимание на его, на его это высказывание, это уже некоторый такой лейтмотив, если не сказать методичка. Вот буквально в, в тех самых методичках совершенно настоящих для школьных учителей, не так давно обнаружили конкретный пример, как работать с детьми на уроках, вот то, что называется разговоры о важном, такие своеобразные патриотические классные часы. Там конкретно предполагается, что учитель будет задавать детям вопрос про, в общем, некоторые философские вопросы, которые предполагают ответы, что за родину не жалко отдать жизнь, не страшно отдать жизнь, вот не страшно умирать. То же самое звучит, звучит постоянно с экранов, с экранов российского телевидения, да, там тоже рассказывают, как важно умирать. За родину не страшно умирать, а за родину и умереть не страшно. И умереть не страшно, ну, как угодно. так или иначе, как будто есть какая-то установка на то, чтобы люди массово в это поверили, что смерть это не страшно, если есть какая-то великая цель. А эту великую цель уже пропаганда или Путин объясняет, так или иначе, да, объяснят и обрисуют. Во всяком случае, насколько я понял, вашу позицию совершенно бессмысленно здесь искать какой-то религиозный подтекст. Это скорее какой-то такой, что называется, патриотический угар. Я думаю, что это и есть самый настоящий религиозный подтекст. Вы посмотрите, как работают с детьми, да, начали с резиновой, извините меня, попы, да, молодежью говорят о смерти и готовят уже к этому. Извините, а кто будет, ну, поднимать эту великую Россию тогда, если все они погибнут, да, кто будет работать, кто будет платить налоги, чтобы содержать стариков? Зачем они это внушают вот сейчас? Я полагаю, что подобные высказывания предвещают еще больше неприятностей для наших народов, для народов России, Украины и, может быть, еще каких-то стран. К этому надо готовиться. Но при этом надо продолжать жить. Жить можно. А истинно, это Бог. Как должно в голове у человека, который смотрит пропагандистский лозунг, извините, ролик, одновременно укладываются два заявления, сказанных там, офицером, который занимается набором, в Чувашии, одновременно. Он говорит о том, что умирать за родину высший человеческий долг и благо, и при этом обещает погибшим воинам, родственникам погибших воинов, газифицировать их дома. В этом есть противоречия или нет? Да, конечно, Тимур. Ну, это же страшно. Ну, кого вот они толкают на смерть, на убийство, на эти ужасные жертвы? Зачем? Ради газа? Господи, мы производим больше всех газа, и у нас газа до сих пор нет. Я говорю, у нас вот мы 170 километров от Москвы, у нас есть деревня, которая еще не газифицирована. Мы живем без газа. И что, ради этого стоит умереть? А кто будет этим пользоваться, если ты даже наследие после себя не оставил? И то наследие, которое ты даже оставил, его тоже скоро бросит в эту же топку. Насколько в российском обществе, на ваш взгляд, профессиональный, развиты верования, может быть, неосознанные, всевозможные эзотерические культы? Не христианские и не иудейские, не христианские, не мусульманские, а некий какой-то еще не буддийский. Да, вот сейчас я перечислю основные там религиозные конфессии российские. Откуда, сколько людей, условно говоря, с мыслью о Вальгале или без мысли вообще обо чем это ни было, ну там, с попытками что-то придумать для себя, чтобы не бояться умереть, могут пойти и умереть так легко? Мне кажется, это очень большой процент населения России. Это передалось нам еще с советских времен. Посмотрите, как советы занимались пропагандой всего чего угодно от Рерихов, Блаватской, индийских всяких йогов и всего-всего-всего остального, тайных знаний, всего вот этого до я не знаю, до чего еще. Это было распространено, это никуда не делось. Люди верят во все, что угодно. Даже православных послушайте, о чем они говорят и во что они верят. Это страшно. Люди не знают ни священного писания, ничего. Посмотрите на тот же храм, который построили вооруженных сил. Он выглядит, как будто ракеты на взводе стоят. Но это вот мое сугубое мнение такое. Мне даже так показалось, да. Как будто вот ракеты уже они взведены. У нас просто в Калуге около музея космонавтики у нас стоит одна ракета такая же, которая была передана в 90-х годах, когда, по-моему, Горбачев с Регином подписывали. Вот это напоминает куполы этих храмов. Вот ничто другое. Спасибо большое за этот разговор. Да, да. Да, Василий, спасибо вам. Да, да нет, друзья. Спасибо большое. Епископ Альберт Раткин, смотрите и его YouTube-канал тоже, он называется «Взгляд с небесный». Подписывайтесь и на Альберта Раткина тоже спасибо большое. Ну и найдем время в наших программах чтобы подольше поговорить с Альбертом. Альберт всегда суперинтересный собеседник для большой хорошего разговора. Спасибо. Спасибо большое.